Так, четко. Так, как видно, как слышно. Дайте-ка обратную связь. Есть. Вячеслав, как? Ага, все отлично, да? Ну все, Вячеслав, ты, как всегда, все пишешь, да, все запускается, так что все, как бы, ну перископ тоже отлично. Ну все, друзья, давайте начинаем. Среда, значит, традиционный у нас технико-экономический вебинар. Так, еще что-то темновато чуть-чуть, да, но вроде свет у меня здесь нормально, то что-то с настройками у меня переустанавливали всю систему для того, чтобы наладить комнату. И, похоже, какие-то настройки с камерой уменились, поэтому у меня не очень сейчас идет само изображение. Ну ничего страшного. Друзья, 7 февраля, среда, значит, традиционный технико-экономический вебинар. Сегодня мы ведем его в штатном режиме, с Алексеем. Вот, поэтому это тот редкий случай, когда и он, и я вместе работаем, каждый в своем рабочем кабинете. Вот, и, соответственно, проводим наши дальнейшие разъяснения, дальнейшие комментарии, дальнейшие по развитию проекта SkyWay. По традиции, друзья, конечно, которую мы ввели уже почти с самого начала, после завершения Экофеста 2017, 1 июля, мы ввели отчет до следующего Экофеста. Традиционно уже сложилось и принято, что Экофест планируется на первую неделю июля. В этом году это 7 июля. И мы с вами ведем отчет, то есть 146 дней сейчас до Экофеста. Но, друзья, сразу же, чтобы потом не было никаких непониманий, так как эта традиция все-таки отменять ее, наверное, тоже не совсем правильно, что сейчас уже по мере того, как приближается дата проведения, то вносятся определенные корректировки, исходя из уже реалий проекта. Это связано и с графиком поездок и командировок генерального конструктора инженера Юницкого, и с графиком проведения других выставок, в которых участвует Skyway. И, друзья, я тоже думаю, что вы вполне отнесетесь, как все здравые люди, с пониманием, что дата 7 июля – это ориентировочная дата, которую мы приняли, исходя из предыдущих традиций. Но она может быть несколько туда или иным образом скорректирована, вот, скорее всего, на какие-то больше даты. Это связано только с тем, что Skyway участвует в нескольких выставках одновременно, и образцы, которые мы обязательно должны показать всем инвесторам, могут в это время находиться в дороге. И, исходя из этого, будет выбираться четкая дата, которая, пока мы ее не меняем, то есть, приблизительно 7 июля, но не позднее, друзья, потому что мне уже писали, что и билеты собираются брать, и билеты, и гостиницы бронированы, друзья. Конечно, это очень радостно, что вы ждете этого события, но все-таки давайте, что все и билеты, и гостиницы не позднее, чем за 90 дней четко будет объявлено и день, и дата проведения Экофеста. Поэтому мы, исходя из того, как будет четко определенно скорректировано, мы с вами уже начнем отчет именно вот этой даты. Сегодня, понимая, что за год планировать такое мероприятие, особенно, друзья, в проекте, который активно и бурно развивается, это невозможно. И с учетом тех графиков сейчас Юницкого и участия в конкурентах, конечно, Экофест, это, друзья, безусловно, очень важный момент, очень долгожданное событие, но все-таки мы сейчас исходим из того, что перемещение и участие в переговорах генерального конструктора инженера Юницкого – это для нас более важная вещь, поэтому мы уже будем, друзья, подстраиваться под график, который он определит. Поэтому давайте будем ждать именно окончательной даты, но еще раз я говорю, из уже сложившейся традиции мы с вами на каждом вебинаре делаем обратный отсчет. Как вы помните, мы начинали первый вебинар, когда было 350 дней до вебинара, то есть сразу после Экофеста. Сегодня уже 146 дней, то есть практически 200 дней мы уже ведем этот отсчет, то есть более чем полугода. Поэтому это, друзья, такой, скажем, для нас внутренний счетчик – это то, что определяет и показывает, что Экофест приближается неувалимо, работа идет, и это как динамика, которая всех устраивает. Так, сейчас у нас, Андрей, у тебя права все отключены. Сейчас, видим, что… Вот, у нас вроде как Андрей – это тот, кто чистит всех троллей. Это у него такая общественная нагрузка, гроза всех троллей. Вот, но в последнее время что-то они как-то подуспокоились, вот, тролли. Но я думаю, что это ненадолго, вот, без них жить невозможно. Сейчас, секундочку, друзья, я отключаю права. Андрей, все. Андрей, наконец-то тебя пустило. Да, давайте еще уже в развитии проекта, ну, в развитии наших вебинаров, уже информационного поля. Со следующей недели, скорее всего, мы переходим на новую комнату. Мы опробовали Citrix, это GoToWebinar, тоже хорошая комната, поэтому, друзья, будет для кого-то некоторое неудобство, что поменяются ссылки, надо будет скачать это приложение и несколько освоить Citrix. Может быть, не сразу все получится, мы обязательно запишем ролики, покажем, как настраивать и как работать в комнате. Но GoToWebinar, вот этот Citrix, он работает, на наш взгляд, более надежно, чем Мирополис, потому что, помните, в прошлый раз у нас в комнате вебинар сорвался, потому что я не смог настроиться и подключиться к Мирополису, он меня просто с моего компьютера не опустил. Вот, ну, сейчас вроде все настройки поменяли, сделали, сейчас вроде работает нормально. Вот в Перископе в прошлый раз мы с вами провели вебинар и информация, которая на тот момент должна была пойти, она, соответственно, поэтому, так, дайте ссылочку на боевой листок. Обязательно, боевой листок, ну, сейчас скинут, наверное, или Алексей, или Леонид, сейчас боевой листок у нас, это, кто не знает или кто еще не пользуется этим инструментом, это наш, скажем, такой тезисный расклад уже всех вебинаров, которые есть, и мы его еще строим таким образом, что там ставятся ссылки на все фотографии, на все материалы, на все ролики, которые упоминаются. Поэтому, как вы уже обратили внимание, я сейчас уже не столько обращаю внимание на те, какие слайды ставить, на те, какие ролики ставить, потому что это упоминается все по ходу нашей работы, чтобы оптимизировать время, а дальше уже в боевом листе это все раскладывается. Поэтому рекомендую очень на него обращать внимание, просматривать, потому что это и тезисное закрепление всего, что было, и в то же время расширенные материалы со всеми ссылками, которые упоминаются по ходу вебинара. И с этой недели мы начинаем не только наши с Алексеем вебинары таким образом раскладывать, но и всех спикеров, всех директоров, которые ведут вещания, то есть и вебинары, и вот у нас сейчас будет целый ряд телемосток и для разных стран, и для разных групп. Поэтому, соответственно, мы также будем все это ввести в боевом листе, то есть это уже показало, что очень такая хорошая информационная работа, и, соответственно, дальше будем это дорожать. Блока боевого листа. А вот я даже не знаю, Марина, очень хороший вопрос. Андрей, то есть давайте сейчас мы боевой листок в личный кабинет обязательно поставим, да, то есть это действительно очень хорошее предложение, что мы его будем ставить в новостном блоке в личном кабинете. Вообще, друзья, привыкайте, что личный кабинет – это ваш основной инструмент общения и работы в проекте Skyway. Через него вы получаете новости, вы смотрите и свои личные данные, которые есть, связанные с вашим участием в проектах. Через него мы доводим информацию, и дальше именно роль личного кабинета будет все серьезнее и серьезнее увеличиваться. Поэтому привыкайте, друзья, что личный кабинет – это ваше, ну, скажем, такое повседневное общение, то есть всегда нужно стоять на компьютере, на главном экране, на телефоне, на смартфоне, чтобы одним нажатием всегда можно привойти. Продолжение следует... 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 Что такое Цитрикс, поэтому комната это лучше. Я начал пояснять, что мы Перископ держали, извините, Перископ, Мирополис держали только для того, чтобы вести несколько вебинаров комнат одновременно, но так как мы сейчас для всех наших европейских партнеров перешли на вот этот боевой листок на разных языках и телемосты готовим специально для тех стран, групп стран, которые говорят на одном языке, то мы все-таки с Мирополиса будем уходить. И со следующей недели, сейчас тестируем, на следующей неделе будем уже, скорее всего, в Цитриксе. Так что готовьтесь, сделайте, начнем работать в Цитриксе. Он более технологичный, более удобный, чем Мирополис. Так что, давайте. Вот, поэтому, друзья, это то, что касается, я сделал пояснение по дате, по личному кабинету, то есть все общение и всю работу будем строить через личный кабинет. И теперь очень много вопросов сейчас идут, связанных с криптонаправлением, с то, что идет токенизация SkyWay. Друзья, мы тоже сейчас договорились, чтобы не делать никакой путаницы и не, сейчас не вносить, ну, скажем так, никакую. Тот, кто не понимает или только начинает к этой теме соприкасаться, мы это выносим в отдельную обучающую группу и вебинаров, и, соответственно, обучающего курса. И конец февраля, начало марта мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы запустить и по токенизации, и по оцифровке SkyWay целый блок обучения. И, таким образом, там будем объяснять тем, кому интересно, тем, кто хочет войти в эту тему, соответственно, дадим такую возможность. А эти вебинары по средам и то, что у нас идет сейчас именно как вебинар SkyWay, именно SkyWay фонда Капитала, директорами которого мы с Алексеем являемся, это все-таки концентрация внимания на проекте SkyWay, на тех разработках, которые делает инженерная школа, созданная Анатолием Юницким. И для того, чтобы анализировать, показывать, что такое проект SkyWay, это у нас будет ключевой темой. Еще раз поговорю, все, что связано, друзья, с оцифровкой и с токенизацией, мы выводим в отдельную группу. Естественно, что, опять же, друзья, следите за личным кабинетом, все будет идти через личный кабинет SkyWay Капитала. Соответственно, и форму обучения, которую мы сейчас будем вводить, она также будет состоять из нескольких продуктов. Помимо той информации, той знания, которую мы будем давать, это сам по себе очень важный источник. Второй очень важный момент, что мы концентрируем и сводим сейчас два уже отдельных продукта. Первый – это акции SkyWay, которые вы будете получать, это платные курсы. Но именно при покупке определенного пакета это будет как еще дополнительный бонус. И второе – вы будете получать специализированные токены. И все обучение будет строиться на том, что вы будете учиться работать именно с этими специализированными токенами SkyWay, которые можно будет при открытии биржи конвертировать уже в основной цифровой именно криптоактив SkyWay. Поэтому, друзья, на этом мы сейчас останавливаться не будем, но тут меня спрашивают вопросы, что будет ли это доступная плата для всех. Да, друзья, это будет абсолютно разумный. Почему мы делаем этот вопрос платным, друзья? Это ценз входа, что не просто так, что я хочу этим заниматься, мне это интересно. А весь вопрос, что если вам это интересно, то вы сначала купите себе какую-то часть токена даже на небольшую сумму, и мы покажем, как с ним этим работать. Если вы не хотите этого делать, значит, друзья, вы просто так из любопытства пытаетесь что-либо сделать. Поэтому, соответственно, друзья, этот курс, еще раз я говорю, он готов. Сейчас мы делаем техническую состыковку именно это и с кабинетом, и с акцией SkyWay, и с цифровым активом, именно криптоактивом. И, как я уже сказал, конец февраля, начало марта мы эту работу запустим, и, соответственно, все вопросы, связанные с оцифровкой и с криптоактивом, мы выносим в этот блок работы, который сейчас активно готовится. Вопрос на том, как это увязано с капиталом, если мы говорим, что все входы и все будет через личный кабинет капитала, и пакет, который мы вводим, он будет совмещать и акции SkyWay, и токены, соответственно, цифровой актив, то, естественно, что это, друзья, развитие проекта. Зачем и как мы это делаем, я сейчас останавливаться на этой теме не буду. Я думаю, что в ближайшее время нас ожидают тоже очень много вопросов идет сейчас по дисконту, то есть он тоже, друзья, я на прошлом вебинаре очень подробно остановился, что такое дисконт, что такое венчурная премия, почему этот дисконт сейчас планово снижается, почему сегодня при увеличении и количестве инвесторов и, соответственно, суммы инвестиций этот дисконт обязательно должен снижаться, потому что формула основная, которую изначально декларировалось, что большие деньги должны входить на небольшие дисконты. А когда мы начинали, когда только-только первые шаги были очень большие риски, соответственно, и венчурные премии были очень высокие. Сегодня снижение по мере развития проекта это абсолютно плановое. Сейчас мы проводим ревизию тех рассрочек, которые открыты 1.600, что есть очень большая категория людей, которые открыли эти рассрочки и потом перестали по ним работать, соответственно, мы сейчас это будем подчищать. И второй очень важный момент, друзья, что поощрение тех, кто входил на разных стадиях, также это прерогатива компании и, соответственно, все, кто в проекте участвует давно, они имеют право на то, чтобы иметь несколько повышенных дисконт, по которым они входили, скажем так. Поэтому это тоже, друзья, следите за личными кабинетами, следите за информацией, которая идет от компании, что, естественно, вопрос идет не на то, чтобы сейчас привлекать дополнительное количество людей опять с завышенными дисконтами. Это, друзья, в принципе неправильный подход. И Вячеслав, который очень правильно и в чатах писал, и мне сбрасывал информацию, что нельзя сегодня снижать ценность тех активов, которые мы привлекаем, то есть давая завышенные активы. Но, друзья, здесь есть и другая несколько логика, что люди, которые рискнули и пришли на радио в 2014, в 2015, в 2016 году, они имеют право, соответственно, для себя сохранить те условия, которые будут. Поэтому здесь, друзья, готовится целая сейчас ряд таких предложений и шагов, которые будем запускать. Но все это направлено именно к показать перспективность проекта Skyway. И, соответственно, те инвесторы сейчас, крупные инвесторы, переговоры с которыми постоянно идут и входят уже на очень серьезные инвестиции, они, друзья, входят по все постоянно снижающимся дисконтам. И это абсолютно правильно, друзья, это справедливо, потому что многих из вас, которых я знаю и уже по вебинарам общаемся и на всех конференциях, друзья, ценность людей и именно той веры, которая появилась в проект с первых дней информационного пространства. То есть я вам говорил, что на прошлом вебинаре у меня была такая уже юбилейная дата, 4 года, как мы начали проводить первые вебинары, это был 1 февраля. Кстати, если кто-то найдет запись этого, мы пытались вот сейчас найти с ребятами этот вебинар, так и не смогли в ресурсах, то есть где-то он при переходе из разных комнат и ресурсов пока потерялся. Если у кого-то вдруг есть запись первого или первых вебинаров, то был бы очень благодарен, потому что это, друзья, уже история, когда мы с Юницким проводили первый вебинар, такое маленькое окошкочко, 23 человека, я никогда не забуду эту цифру, 23 человека было на вебинаре. И мы первый раз начали тогда рассказывать, что мы хотим сделать, что такое Skyway, зачем мы сегодня запускаем это информационное поле. И это такой старт большой-большой работы. Уже буквально через месяц, буквально полтора месяца мы проводили первую конференцию в марте 2014 года, где я познакомился фактически со всеми директорами, кто сейчас подключился. И Алексея Суходоева первый раз тогда увидел на этой конференции и Андрея Хавратова, и Женя Кудряшова, и многих вот с кем мы сейчас работаем. И Арманд, именно тогда появилась эта команда, которая сегодня развивает направление с Вига Skyway Invest Group. И с этого, друзья, началась большая-большая такая работа. И сегодня, когда нас уже более 400 тысяч, мы тут подводили, подбивали итоги, точно, друзья, очень сложно посчитать количество инвесторов. Но сейчас однозначно это за 400 тысяч. А всего зарегистрированных в проекте Skyway, то есть те, кто получает информацию, те, кто открыл личные кабинеты, их уже более миллиона, где-то миллион двести тысяч. Это люди, те, которые... И сейчас идет активная стадия, когда люди, зная о проекте уже несколько лет, для себя принимают сейчас решение входить дальше. Потому что мы за эти четыре года показали, что проект жизнеспособен, что он прошел через многие испытания, очень сложные, он дальше развивается. И сегодня мы приступили уже к формированию сети адресных проектов, то есть конкретные проекты, которые сейчас идут в различных уголках мира. Мы об этом, друзья, только упоминаем скользь, потому что это уже бизнес-процессы, и об этом может раскрывать информацию только либо сам автор проекта, инженер Юницкий, либо по его поручению тем людям, которым он делегирует, соответственно, эту информацию. То есть в данном случае такой человек пока один, это Виктор Бабурин, но может быть еще сейчас такие условия или такие права будут у генерального директора. То есть то, что Надежда Косарева посчитает нужным говорить. Поэтому, друзья, мы на своих вебинарах, и мы как именно фонд, который занимается краудинвестингом, то есть довесением информации о проекте и привлечении инвесторов, мы, соответственно, оперируем только той информацией, которая нужна для доведения информации о проекте. Более глубокое погружение и уже более, ну как мы называем, официальная информация, хотя, друзья, от имени капитала, то, что мы даем, Skyway Capital, это абсолютно официальная информация, другое дело, что с точки зрения ЗАУ струнных технологий, именно инженеринговой технологической компании есть закрытые вещи, которые мы не можем передавать инвестору. И очень тонкая та грань, когда информацию, обладая очень многими факторами, то, что мы знаем о развитии проекта, ее просто нельзя доносить с точки зрения краудинвестинга. Поэтому, друзья, мы, как вы видите, мы всегда пытаемся сделать ссылки на ту информацию, которая доводится, но при этом, друзья, всегда говоримся, что то, что мы сейчас делаем, это и информация от фонда Skyway Capital, именно фонда, который занимается краудинвестингом, и еще и в большей части личная точка зрения спикеров, потому что мы, хоть и лицовская капитала, но это наши личные вебинары, и та информация, которая сегодня идет, она все-таки идет через нашу личную призму, то есть то, что как мы видим и комментируем. Естественно, что вся информация, которая доводится, она обсуждается, она является, скажем так, общепринятой у нас директорским составом, но еще раз, друзья, повторюсь, что относиться к этому надо именно как информацией, информацией, которая сопутствует, комментирует проект, но не то, что является официальной главной компанией. Ну, друзья, и сейчас я хотел бы остановиться на очень важном лично для меня, для Алексея Суходоева, информации, которая прошла уже из главной компании по всем чатам. Кто-то обратил на это внимание, кто-то не обратил внимания, но я сейчас вам, друзья, то, что буду говорить, прошу к этому отнестись крайне серьезно. Это, ну, если говорить, что для меня лично это самая важная вещь, ради которой мы работаем, ради которой Юницкий развивает проект именно струнных технологий уже 46 лет. Некоторые вопросы, которые первый раз у нас светило, это уже более полувека. Соответственно, друзья, все, что связано с развитием дальнейшей транспортной системы, всей инфраструктуры. Сейчас эти слова могут звучать несколько пафосно, несколько широко, но, друзья, мы много раз говорили, и тот, кто следит за развитием проекта, вы помните, и в «Непадок» или «Сефин», который мы показывали, в боевом листке он обязательно будет стоять, друзья, это почти более 40 лет назад. Юницкий как инженер, как инженер-теоретик, друзья, то есть это именно теоретическое решение, показал, что существует в природе физическое решение, инженерное решение, которое позволяет осваивать космическое пространство вне ракетным способом. То есть ракета, если говорить с сегодняшним языком, это как одна телега, одна лошадь и одна телега на всю Землю. То есть то, что она перевозит для нужд экономики. Говорить о том, что космос – это серьезный бизнес или серьезная экономика, когда используется только одна лошадь на Земле – это большая глупость. Ну и, соответственно, экология и все, что связано с ракетным запуском, друзья, это колоссальнейший вред природе. Мало того, что она выбрасывает сотни тонн, даже не керосина, а сотни тонн крайне ядовитых веществ в атмосферу, она еще каждый старт ракеты – это дыра в озоновом слое величиной с Францию. И сегодня говорить о том, что мы будем осваивать космос ракетным способом и делать десятки запусков в месяц, а то и в день – это, друзья, просто глупость. Это афера. Утопия – это неправильно говорить. Это афера и это преступление. И сегодня мы видим, Илон Маск продекларировал и уже показал систему Falcon, то есть возвращаемых ступеней, то есть удешевление запусков. Но говорить о том, что мы через космос будем передвигаться по Земле, то есть транспортную систему, используя ракетные, это, друзья, просто люди, которые абсолютно не ориентируются, не в трендах сегодня происходит, не в экологии, им абсолютно плевать, что происходит вокруг. То есть это уничтожение планеты, на которой мы живем. И естественно, что пока нет альтернативы, на это все смотрят, даже с каким-то пониманием, потому что действительно космос осваивать надо. Но исходя из личного моего общения даже с очень серьезными инженерами-космонавтами, то есть я очень много и дружил, и общаюсь с Сергеем Каркалевым, это человек, который больше всех на Земле людей провел в космосе. И здесь у нас понимание абсолютно одинаковое, что сегодняшняя космонавтика, ракетная космонавтика – это научные эксперименты. То есть сегодня человечество для того, чтобы выйти на орбиту, создать комплексы и изучать науку, которая сегодня связана с освоением космоса, мы используем именно ракетную технику. Никакой индустрии, никакого бизнеса промышленного развития, кроме как науки, сегодняшняя космонавтика не несет. А дальнейший шаг именно промышленного освоения – это то, что предложил инженер Юницкий более 40 лет назад, это, используя закон сохранения масс, то есть сегодня мы передвигаемся, ракетная техника – это закон сохранения импульса, а ведь авиация сегодня, подъемная сила крыла – это закон Бернули, это подъемная сила, дальше которую Жуковский... И сегодня еще одна, закон сохранения, который позволяет перемещаться, это инженерная система, которую предложил Юницкий, это ОТС – общепланетарная транспортная система. И фактически, друзья, сегодня уже обязательно эти материалы мы еще укажем, вы их увидите, то есть проведена оценка интеллектуальной собственности, проведена именно возможности этой системы, она описана, и сегодня мы фактически, друзья, даем старт запуску следующего технологического уклада, это создание следующей сети. Но мы уже говорили, вы слышали, наверное, в наших вебинарах, что мы проводили классификацию, исходя из научной школы, которую закладывал еще в советское время Академию Набалкин, и потом это развивал Сергей Глазьев, это теория технологических укладов. То есть от первого уклада, это начало 17 века, до шестого технологического уклада, который мы сейчас прошли. И это идет развитие технологий, развитие цивилизации. То есть понятно, что, друзья, запуск первого производства, ткацкого производства в Англии – это зарождение современной промышленности. Потом банковская система, залоговая система, которая стала обслуживать такой концентрацией производства и капитала. Дальше, друзья, паровая машина – это пароход и паровоз, который изменил, запустил горное дело. То есть это следующая революция. Потом, друзья, появление электричества, электродвигателей – это новая цивилизация. Соответственно, за этим пошел телеграф, потом телефон. Это третий технологический уклад. Конец 19-го, начало 20-го века – это двигатель внутреннего сгорания, это эра тех, нефти, соответственно, автомобилей, самолетов, потом ракетная техника. И весь 20-й век прошел под смычкой уже нефти с долларом. То есть это сегодняшняя цивилизация. Конец 90-х годов – это старт информационной революции, это пятый технологический уклад. Это интернет, создание нового цифрового мира, который сегодня изменил жизнь до неузнаваемости. Если кто-то мне говорит, что 20 лет назад и сегодня жизнь не изменилась, это, друзья, просто глупости. Соответственно, сегодняшний мир нельзя сравнивать с тем, что был 20 лет назад. Поэтому прошла технологическая революция. Сейчас мы вошли, друзья, в шестой технологический уклад, который определяет Транснет. Это сеть следующего поколения. Это транспортная информационная сеть, которая перемещает и товары, и услуги, и людей, и информацию, и энергию. И основа этой сети, именно Транснета, это струнные технологии. И то, что сегодня мы знаем под брендом Skyway, то, что сегодня ввела и разработала школа, которую создал инженер Юницкий. И сегодня мы с вами все участвуем в процессе, и то, что мы делаем из создания краудинвестинговой системы, под которой мы работаем, это, друзья, как раз формирование сети адресных проектов, а фактически это физическая сеть, именно построенная по струнным технологиям. Это, друзья, Транснет. И также, как почему не мог развиваться Транснет 20 лет назад? Потому что по теории развития укладов пока не сформировался интернет, нельзя было приступить к следующей сети, к Транснету. Сегодня можно считать, что интернет оформился, он вошел практически в жизнь каждого человека, в каждое предприятие, в каждый бизнес. Сегодня мы приступаем, и мы уже реализуем создание Транснета. И за ближайшие 10-15 лет мир изменится более радикально, чем он изменился за последние 15 лет. Но, друзья, время сейчас развивается настолько стремительно, настолько динамично, что инженерная школа, которую разрабатывает сегодня новые концепции движения, она уже предлагает и показывает следующее решение. То есть сеть, следующая, которая пойдет за Транснетом, это уже седьмой технологический уклад. И эта сеть, друзья, абсолютно логична, что первая сеть первого поколения, это чисто цифровая сеть, называлась интернет, то есть международная сеть, которая объединила, убрала границы между информацией, которая объединила всех людей, которая позволила сегодня общаться и пользоваться всем информационным ресурсом, который накоплен сегодня на земле. Соответственно, следующая сеть, это Транснет, это транспортная информационная сеть, которая уберет границы между странами, континентами и государствами, которая уберет сегодня понятие расстояния. Как мы говорили уже, мы вводим такое новое понятие, мобильность 5.0, это мобильность мгновенного перемещения, когда вы, перемещаясь в своем юнибанке, можете заниматься спортом, можете общаться по качественным видам связи, можете заниматься чем угодно. Это сеть следующего поколения, она называется Транснет. Так вот, друзья, почему очень важный, я бы даже сказал, в каком-то исторический момент, когда сегодня задекларирована уже сеть следующего поколения, третьего поколения, это будет называться сеть Юнет. Юнет это от, не от фамилии, Юницкий, просто нам повезло, что у инженера и у автора проекта, если говорить на английском языке, Юницкая, то есть объединяющий через транспорт. Просто волей у судьбы, друзья, хотя ничего в жизни не бывает просто так, Юницкому повезло с фамилией. Так вот, сеть Юнинет, то есть Юнет это объединяющая, которая объединит все сети, информационную сеть интернет и следующую транспортно-информационную сеть Транснет и создать систему, которая позволит всю индустрию и всю промышленность вывести за пределы атмосферы космос. И таким образом, друзья, сегодня начинает появляться очертание следующего технологического уклада, который будет уже запускаться через 10-15-20 лет. Естественно, что это невозможно сделать без создания Транснета, но мы сегодня, друзья, уже приступив и запуская строительство Транснета, мы уже начинаем декларировать и показывать, и Юницкий сделал и расчеты, и показал техническое решение для сети Юнета. Поэтому, друзья, я могу сказать, что ни одна инженерная школа, ни один футурист сегодня в мире не обладает той информацией, не обладает тем объемом знаний, которые сегодня декларируются и запускаются инженером Юницкой. Почему, друзья, какое-то время назад не декларировалось и не говорилось именно о Юнете, о ОТС, общепланетарном транспортном средстве? Потому что время не пришло. Хотя Юницкий начинал именно первые свои инженерные, теоретические именно изыскания и декларации именно с общепланетарного транспортного средства. Еще в 89-м году он проводил конференцию в Гомеле, и он был членом Академии космонавтики Советского Союза, которая именно показывала освоение космоса. Но тогда кто-то его считал сумасшедшим, как в свое время Циолковского, который показал именно ракетное движение освоения космоса. Но потом о развитии этапов Юницкий показал, что Skyway, то есть струнные технологии, это промежуточный этап именно как в дорожной карте. И сегодня наши Юнибайки, легкая путевая гибкая система, это также, друзья, начало пути, это также часть общего сети Юнета. Дальше идут уже более мощные системы, то есть полужесткая, потом жесткая эстакада. Скорости уже декларируются от 150, которые сегодня достигнуты, уже до скорости 500 км в час, которые будут продемонстрированы в самое ближайшее время. Подвижной состав уже изготавливается, опытные эстакады уже готовы. Сейчас идет работа именно уже по проектированию и строительству длинного участка более 25 км. где будет продемонстрирована скорость 500 км в час. Соответственно, друзья, это тоже промежуточный этап, потому что следующий этап, который уже сегодня разрабатывается, это скорости 1250 км в час. Для этого в эстакаду должна быть вмонтирована уже форвакуумная труба, а соответственно форвакуум это создание уже космоса на Земле. Поэтому здесь, когда Илон Маск претендует на авторство, что он первый предложил в вакуумную трубу, друзья, мы открываем книги Юницкого 30-летней давности, там все это описано, и форвакуум, и линейные электродвигатели, и соответственно, все это есть. Другое дело, что развитие идет поэтапно. Сначала решение транспортных проблем, связанных с локальными проблемами, потом создание общей транспортной сети, потом создание эстакад, который позволит уже делать, ввести скорости 1250 км в час, это и отработка технологий шлюзования, здесь на Земле и работа с вакуумом, и следующий этап, друзья, это уже линейный город, который будет практически к периметру, и вот это уже даст основу для того, чтобы уже переходить к реальной системе ОТС, то есть общепланетарного транспортной системы, которая и позволит решить все экологические проблемы, в которой мы сегодня живем, и в которой создавать техногенная цивилизация. Мы говорим, что мы входим в мир уже не техногенной цивилизации, а экогенной цивилизации, то есть тогда, когда используя те необходимые ресурсы, которые мы перерабатываем для своего потребления, мы не портим природу, а мы ее, соответственно, улучшаем. И сегодня у технологии инженерной школы Юницкого есть задачи даже не столько транспортного решения, которые естественным образом решают проблемы, а еще и решать техногенные проблемы, которые сегодня накопили. Это проблемы городов, которые задыхаются и с экологией, и отходы, и пробки, которые сегодня просто не дают уже сегодня нормально существовать человеку. Это и уничтожение почвы, которая сегодня несет все развитие именно цивилизационного сельского хозяйства, то есть оно тоже должно переводиться на новые рельсы. И конечным этапом именно уже развитие тех инженерных решений, которые сегодня закладывают, это сделать землю абсолютно экологично чистой, абсолютно пригодной и комфортной для проживания человека, а все, что ему необходимо для потребления, но при этом вредит экологии вынести за пределы атмосферы. Это будут космические заводы по выплавке стали, по синтезу бензольных колец, то есть весь пластик, который делается. Это все, что связано сегодня с нефтехимией. Эти все заводы будут находиться за пределами атмосферы, но для этой цели, друзья, нужна транспортная система, которая позволит все это очень безопасно и дешево выводить на орбиту, дальше обрабатывать и возвращать обратно. И, соответственно, друзья, как вы понимаете, что цивилизационный мир, который ожидает нас в ближайшие 10-15 лет, он изменится радикально. Создается транспортная сеть Transnet, создание которой мы уже приступили, и это, друзья, абсолютно уже факт, который бесполезно или глупо отрицать. Точно так же, как в декабре 1969 года, когда были связаны два компьютера, данные упакованы, создан протокол и передан другому компьютеру, распакован и, соответственно, используют. Это эра начала интернета. Хотя наработки, они известны еще с начала 20 века. Но именно как интернет, именно как сеть передачи использования информации, это декабрь, сейчас скажу даже, 14 декабря 1969 года. Это дата, ну, скажем так, первых работ интернета. Соответственно, у Transnet точно так же есть своя дата запуска. Это 29 ноября 2016 года. Это первые ходовые испытания Unibike. Это также запуск именно Transnet, как транспортно-информационной сети. И сейчас, друзья, вам показано, и мы говорим, что то, что мы делаем, это цепочки, это звенья одной цепи. Это то, что развивается, и то, что сегодня делает инженерная школа, и Unitsky именно как технологический лидер. Еще раз, друзья, я со всей ответственностью могу заявить, что ни один инженер в мире сегодня, ни одна футуристическая ассоциация школы не дает настолько точный прогноз, который сегодня делаем мы. Потому что то, что сегодня делается, это уже реализуемые технологии. И сегодня, вы помните, что одно время мы с Алексеем называли себя прикладными футурологами, но после определенных общений, после определенной презентации, которую Unitsky показал, как он видит именно уже с технологическим развитием, называть себя футурологом, стало не совсем правильно, потому что у всех этих сегодня решений есть автор, у всех этих решений есть создатель. И, соответственно, мы можем называться только последователем. Поэтому мы говорим, что мы являемся последователями инженерно-экономической школы, которую создал Unitsky, которая определяет ближайшее развитие всей цивилизации уже не на десятки лет, а практически на сто лет. Потому что за транснетом, транспортно-информационной сетью идет следующая сеть Unet, которая объединит все в единое пространство. И здесь, дорогие тролли, я вам могу сказать, что можете дальше разложить меня на цитаты и еще на этом немножко посмеяться. Когда вы говорили, что на Unisauni или Unidjacuzzi мы можем перемещаться в Париж, то, друзья, здесь я вам могу добавить, что Париж – это неконечная цель, на которой вы можете перемещаться в своем Unibike. В этом же Unibike со временем вы сможете попасть и на орбиту Земли, а еще дальше и на Марс. Поэтому, друзья, даю вам еще почву для того, чтобы вы на этот предмет могли подпадаться. Но это, друзья, все имеет технологические решения, когда в Unibike сначала как в самом транспортном средстве будете перемещаться локально, потом в Париж уже в более скоростном модуле это будет как купе, потом вы можете перемещаться из любой точки Земли в любую точку Земли. Это когда Transnet запкнется и оформится как единая транспортно-информационная сеть. И следующим этапом, друзья, придет время, когда в этом же Unibike вы сможете и слетать в космос. И это уже, друзья, не какая-то утопия, это уже не какая-то фантастика, это, друзья, реализуемая технология, которую мы все с вами увидим. И это произойдет еще при нашей жизни, это ближайшие 10-20 лет. Ну вот, друзья, на этом я передаю слово Алексею. Я считаю, что сегодня очень важная тема, на которую надо концентрироваться, чтобы вы четко понимали расклад, то, что мы делаем. И, конечно, Skyway – это сегодня базовая вещь, которая делается. Но с точки зрения развития всей системы, тех решений, которые разрабатываются инженерной школой, это только составная часть. И этих технологий еще много. Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то я вернулся с поездок. То есть немножко расскажу тоже о том, что мы с Кириллом увидели на конференции в Таиланде, какие контакты произошли. Но в первую очередь о теме нашего вебинара. То есть это именно общепланетное транспортное средство, это космическая программа, это оценка непосредственно интеллектуальной собственности и вообще вот насколько видение визионерства Анатолия Эдуардовича действительно как бы поражает. Во-первых, я хотел бы остановиться также на такой новости, что весь мир сейчас, ну, именно научный, маркетинговый, инженерный, именно кто падок на новости, кто падок на определенные тренды, которые, так скажем, навязывают, наблюдали за запуском Falcon Heavy маска. Да, действительно, как бы эта ракета была запущена, стоимость запуска обошелся почти в 100 миллионов долларов, то есть это достаточно как бы серьезная сумма, если говорить об реализации адресных проектов, например, Skyway, то есть за 100 миллионов долларов можно было построить, например, что-то связанное со скоростной трассой даже. И полезная нагрузка, которая была выведена непосредственно, она также ни в коем разе не сопоставима вообще с тем, что Анатолий Эдуардович закладывает в общепланетную транспортное средство. Во-первых, это 63,8 тонн Falcon Heavy способно вынести на низкую опорную орбиту, то есть ближний космос. И да, это, так скажем, переросло потенциал в ракеты-носителя, например, Delta 4.0, и стало и дешевле, в принципе, и если говорить про такой вот технологический прогресс и космические гонки, несколько переплюнуло и во времена холодной войны между СССР и США вот эти соревнования по запуску ракеты-носителей. Но давайте задумаемся о том, что мы сейчас вообще видим в нашей с вами современной жизни. И это касается вообще любого. То есть это коснется и затронет струны души, наверное, любого абсолютно человека, потому что это изменение климата, это и пагубное влияние на экологию, это и сокращение озонового слоя. Вы помните, что один запуск ракеты, только один запуск, как Анатолий Эдуардович говорил неоднократно, образует озоновую дыру размером с европейскую страну, например, Францию. И представьте, если 20 таких, 40, 50 таких запусков будет реализовываться и всего лишь по 60-70 тонн полезной нагрузки будет выводиться в космос. Что останется от озонового слоя? Да, это коммерциализация, да, это маркетинг, да, это тренд, который можно сейчас монетизировать. То есть многие фонды и многие, так скажем, крупные инвесторы, действительно крупные, инвестируют в те направления, которые могут дать выхлоп в ближайшее время, то есть которые именно на острие трендов. И то, что Анатолий Эдуардович уже заложил, и всегда Анатолий Эдуардович говорит такие слова, что нет времени как-то это доносить, развивать, и нет времени как-то это плавно переносить с развития Skyway на развитие Spaceway, на развитие Юнета уже, но нужно это делать сейчас, а не вчера и не завтра. Не вчера, потому что, ну, собственно, не была отработана технология, и когда будет отработано скоростное направление, я думаю, что приступит уже отдел проектирования и научно-производственное предприятие непосредственно к гиперскоростному направлению. И не для того, чтобы выиграть гонку и как-то соревноваться с гиперлупом, это произойдет само собой, именно по гиперскоростному направлению, для того, чтобы отработать технологию. Потом, соответственно, нужно будет создать линейный электродвигатель. Потом нужно будет испытать малую модель УТС. И многое-многое другое, что заложено было в дорожную карту еще многие-многие годы назад. То есть посмотрите, струнные системы на Земле и в космосе, монографию, кому она интересна. То есть сейчас она либо переводится, либо уже переведена на английский язык. И я думаю, что в будущем, в ближайшем, смогут иностранцы почитать действительно этот великий труд, великий труд современности. И, соответственно, мы уже не то, что бросаем вызов кому-то и с кем-то соревнуемся, а предлагаем совершенно иное решение. И это в логике SkyWay, друзья. Это то, когда все гнались за скоростями на первом уровне, Анатолий Эдуардович выносит транспорт просто на второй уровень, снижая влияние именно аэродинамических, отрицательное влияние на аэродинамические показатели и так далее. И создается совершенно иное решение, инновационное решение, основываясь на действительно текущих технологиях. И не так много ноу-хау технологий было создано. То есть были созданы те, которых не существовало. Например, наш инновационный бетон, который имеет определенную степень вязкости, может прокачиваться на дальние расстояния и также очень быстро схватывается, обеспечивает монолитность и поддерживает показатели сверхжесткости и ровности пути струнной дороги. И, соответственно, то визионерство, та идея, которая сейчас уже не кажется такой фантастичной, вот на нее как раз таки, друзья, придут те люди, которые, может быть, заинтересованы были именно в решении их конкретно боли и изменения климата, влияния на экологию. Это касается абсолютно всех. Мы видим это сегодня и на территории нашей страны, когда, ну, без говорить про Челябинск, мой город, когда просто зимой и плюс один слякоть, когда на Москву обрушивается снегопад, хотя на Урале, опять же, достаточно хорошая погода и даже гибнут некоторые люди. Да, такие события, они имели место в истории, когда в пустыне выпадал снег, но сейчас это из какой-то редкости действительно начинает складываться в некое постоянство. И не хотелось бы, чтобы действительно точка невозврата была пройдена. Если кто-то будет говорить об этом, говорят, думают или нет, об этом сказал Джефф Безос, но он несколько ошибся в датах. И я абсолютно понимаю Джеффа, потому что, если не создано в голове и нет именно картинки четкой, ясной, дорожной карты, как создать это решение, то лучше заявить, что через 80-100 лет, да, действительно, промышленность будет выведена в открытый космос. Если говорить про Маска, то у него, соответственно, идея вывести это все на Марс, отвезти людей. Ну, есть такая шутка среди приверженцев Skyway, что лучше вывести на ту планету людей, может быть, нетрадиционной ориентации, то есть им будет веселее на той планете, веселее ехать на космическом корабле. Многие десятки тысяч лет. И сейчас то, что Илон Маск запускает, именно вот идею маркетинга, то есть с точки зрения маркетинга он все достаточно классно делает. Он запустил свою машину, написал там, что сделано людьми. С точки зрения маркетинга все хорошо. Но, друзья, с точки зрения науки, это действительно как, ну, чуть-чуть модернизировать телегу. Потому что Анатолий Эдуардович сравнил в своих исследованиях, что действительно ракетоноситель, еще во времена СССР это было сравнение, немногим отличается от обычной телеги по способности вынести полезную нагрузку, полезную массу в ближний космос. И сейчас как раз таки Илон Маск и другие деятели, которые именно позиционируются как изобретатели в космическом направлении, пытаются эту телегу модернизировать. Но решение абсолютно не там, друзья. И мы не раз будем останавливаться уже на таких вот серьезных показателях. Мы дойдем до того, что вначале, да, все страны должны объединиться, нужно по экватору построить, соответственно, именно маршрут, чтобы ОТС смогла функционировать, чтобы она смогла подниматься, расширяясь, причем не на такой большой показатель, в процентном соотношении и подниматься в ближний космос. Да, действительно должно произойти объединение, дипломатическое согласие многих и многих стран. Для того, чтобы произошло объединение и договоренность, соответственно, нужно финансирование. Об этом Анатолий Эдуардович еще описал в валютно-финансовых аспектах программы «Экомир». И наверняка не от хорошей жизни появился этот труд. Этот труд появился как решение, о каким образом зафинансировать, когда думали об военном космическом оружии, когда была холодная война. Анатолий Эдуардович тогда еще думал, о каким образом теоретически можно зафинансировать вообще эту технологию. И интуитивно пришел именно к пониманию технологии блокчейн, как описал, как мог, но описал абсолютно правильно. И заложил именно основы, принципы. Поэтому, если кто-то потом будет спрашивать, кто-то, допустим, такие проекты, как Elastos, тоже наблюдая за этой сферой, ничего в этом плане не меняется, несмотря на то, что на вебинарах мы будем минимум говорить, потому что все-таки заметили, что у некоторых наших участников, активистов, сместился именно вектор внимания. И это абсолютно неправильно, друзья. Потому что блокчейн направление, оно делается, оно делается независимо от того, наблюдаете вы за ним или нет. То есть это то же самое, что пытаться сейчас помочь как-то инженерно-конструкторскому бюро что-то модернизировать и, соответственно, отвлекаться от первостепенной задачи, которая для нас первостепенная. То есть это финансирование экотехнопарка на какие-то бизионерские вещи, которыми занимаются совершенно другие люди. Поэтому, друзья, продукт, который создается, обязательно все увидят. И сайты, и другие приложения, вплоть до мобильного кошелька. То есть и такое, я могу сказать, не через несколько месяцев. То есть это грандиозная работа. И, соответственно, я это начал говорить, говоря о том, что, наверное, вообще космическую программу сейчас невозможно себе представить без изменения вообще модели экономики. Возможно, мировой экономики. И сейчас этот тренд идет. И все эти тренды ловят. В Таиланде я познакомился с интересным молодым человеком. Ему 34 года. Причем, я могу сказать, это такое совпадение. Просто диву даешься, что уже подходила к завершению конференция, шел второй день. Все докладчики, ну, собственно, было понятно, кто будет докладчиком. И вдруг появляется некая команда, причем с фотооператором, с видеооператором, и начинает просто говорить про космический туризм, про запуск спутников. Хотя вообще, ну, напомню, тема конференции, это все-таки именно вот восточный транспортный коридор, именно что касается Таиланда, экономики Таиланда. И просто начинает некий стартапер говорить про освоение космоса. Естественно, я не выдержал и начал задавать ему вопросы, а что они решат с запуском ракет, а как они видят вообще такую задачу, как вынос индустрии в открытый космос. И ответов просто не было получено. То есть была такая очень оживленная интересная дискуссия. Кирилл Бадулин не даст соврать. И остальные, так скажем, докладчики просто молча слушали нас вдвоем, но было ощущение, что действительно есть решение более серьезное, чем просто запускать космические ракеты-носители и спутники. И мы обменялись контактами, он очень заинтересовался технологией Spaceway и попросил направить материалы. И естественно, уже в согласовании Анатолия Эдуардовича тут будет происходить контакт, но мне очень интересно, во что вырастет этот стартап, причем там с правительством Таиланда уже подписано соглашение, то есть все в космическом тренде двигаются, просто никто не говорит. Говорят именно о таких вот трендах сейчас, как блокчейн и так далее, а вот космический тренд, я бы сказал, друзья, это невидимый тренд, о котором все знают, все понимают, что нужно в этом направлении двигаться, но никто не говорит. И соответственно, я даже не могу себе представить, какой будет интерес у действительно крупных инвесторов, таких инвесторов, как, наверное, Юрий Мильнер, то есть это именно в руководстве Mail.ru групп, Вконтакте тоже с Павлом Дуровым он сотрудничал именно в некие флоты на Альфа Центавру, инвестиции, то есть это по сути, я могу сказать, относительно выброшенные деньги и чем вот так пиарится многим совершенно людям, то, наверное, лучше объединиться для запуска вот этой комплексной идеи, потому что все будет происходить по дорожной карте и не нужно будет, естественно, такой вот грандиозной суммы, как полтора триллиона долларов, как если понадобится на более сложное решение 2 триллиона долларов, естественно, такую сумму сейчас просто невозможно представить, но есть дорожная карта, как к этому прийти, и, друзья, мы не имеем права об этом не говорить, потому что это вектор развития, на самом деле вектор развития вообще всей технологии Skyway, это, наверное, одна из главных целей Анатолия Эдуардовича Юницкого, если еще в молодых годах своих он начал об этом говорить, когда его не понимали во времена СССР, и, соответственно, это и наша с вами цель, потому что мы являемся, как бы это может быть не звучало, являемся адептами технологии, сподвижниками технологии, и мы поддерживаем инженерное изобретение Анатолия Эдуардовича Юницкого, мы понимаем их потенциал, мы понимаем их монетизацию, но те вещи, те осуждения, что вообще ОТС через несколько лет после первых запусков начнет просто не нести в себе никаких расходов, а только прибыль, 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 это просто поражает, то есть когда об этом это поймут ведущие экономисты, ведущие государственные деятели, то начнется за это решение настоящая дипломатическая бойня. И, друзья, тут правильно произнести именно слово объединение. И как раз таки идеология объединения, она изначально заложена в технологии Skyway, то есть мы создаем единую транспортную энергетическую информационную сеть. Естественно, будут составляющие социальная, финансовая сеть, и это уже как инструменты, это инструменты для того, чтобы уже как Сергей Анатольевич ввел термин понятие как U-Net. И многие может быть будут говорить, что U-Net есть такие провайдеры, интернет-провайдеры. Друзья, ну, фактически все названия они, наверное, сейчас заняты. И вы очень сильно удивитесь названию платформы, именно блокчейн-платформы для Skyway. оно простое, запоминающееся, наверное, будет как два рубля. К этому нас натолкнул именно человек, который присоединился в команду и имеющий опыт именно международный и был проведен анализ, пришли к этому решению, поэтому я могу сказать, что сейчас даже такой некий еще до запуска в информационные поля происходит ребрендинг. Это несколько отсрачивания именно самого запуска сайта, но самое главное, что работа по разработке, то есть решение всех задач, она продолжается просто по маркетинговой обертке. побертка получится еще более серьезном виде и это было сложное для нас всех решение, потому что уже думали, что будем выходить в информационные поля, кто с гитхабом знаком и так далее, то видели, наверное, даже первую версию сайта, но, как говорится, не показывает дураку незаконченную работу, не только дураку, но и любому наблюдателю, потому что у нас много критикантов и тех людей, которые недоброжелатели, поэтому мы покажем именно такую вот уже с брендингом, с названием законченную работу и, соответственно, все это увидят. Но, друзья, вот такое выступление, именно такое вот немножко призывающее обратить внимание на ОТС и сейчас но я могу сказать, что то, что мы видим в современной презентации, в видеопрезентации Skyway, это уже существующая реальность. То, что блокчейн создается, это предстоящая реальность. Ну, а то, что ОТС будет запущен через 15-20 лет, это моя мечта, я искренне признаюсь, я для этого имею цель участия в проекте и в принципе вот с первых наверное месяцев, когда я посмотрел в небо на колесе фильм, для себя это выяснил и вот в этом векторе именно и движусь. Это долгий путь, для нас всех предстоит, но друзья, вот это вот визионерство, дорожная карта и вектор, это я могу сказать, нет ни у одной корпорации в мире. то есть 5-10 лет вперед, 15 это может быть есть, но 15-20-25-50 и запуск именно на автомате этой системы, которую уже продолжат далее, этого нет ни у одной корпорации мира. И вот эта тема как раз таки будет собирать стадионы. Антолий Эдуардович, так как суперзанятости сейчас просто я с Кириллом пообщался, не могу разглашать информацию, конечно, но просто шквал адресных проектов, Кирилл абсолютно загружен, отдел адресных проектов расширяется, то есть если работало два человека ранее, то сейчас это целый отдел. Антолий Эдуардович ставит иногда такие задачи, что нужно подготовить целую предпроектную документацию за ночь и ребята справляются абсолютно, потому что нет времени и тот, кто сходит с дистанции, тот сходит с дистанции, тот, кто бежит марафон, он бежит марафон. Но что я могу точно сказать, вот этот действительно огонь, который как прометей зажигает Анатолий Эдуардович, он затмит все вот эти маркетинговые извояния, которые создает Илон Маскс, которые создают все космические стартаперы, под космос очень хорошо привлекать деньги, но, как говорится, под IT-стартап просто привлечь деньги, сложно создать продукт. Ну, а мы в данном случае знаем, как создать продукт, и вот тут даже задают вопросы, когда, где начнется инвестирование ОТС, ну, друзья, это только наш идеолог и полководец, действительно, движение Skyway, движение Spaceway, движение Юнет, может сказать, Анатолий Эдуардович, я думаю, что начнется, и что-то мне подсказывает, оно не будет нисколько отвлекать вектор, потому что тогда уже будет продемонстрирована высокоскоростная трасса, то есть мы понимаем, что фактически считанные месяцы в разрезе скорости развития проекта Skyway остаются Дейна Транс, несколько выставок, то есть ближайшая выставка это в Дубае будут умные города, потом соответственно в Сингапуре еще и те ключевые выставки, на которых согласились участвовать представители головной компании для экспансии и соответственно популяризации уже адресного направления проектов Skyway именно для максимального масштабирования и создания большого количества адресных проектов, которых уже и так немало. Я знаю только, наверное, вершину айсберга, что скрывается под этим под именно толщей исследований чертежей и постоянной планомерной работы от отдела Кирилла Бадулина, директора руководителя отдела адресных проектов и всех специалистов зала струнной технологии. Это остается только догадываться. Но это, как говорится, коммерческая тайна. Чем меньше коммерческих тайн мы раскрываем, тут я Виктора Бабурина абсолютно поддерживаю тем, проще живется с конкурентами. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир транснету. Ну, тематика ОТС, можно сказать, что оповещение оценки интеллектуальной собственности и так далее максимально драйвово, я бы сказал, запущено в массы и какой эффект, какой резонанс я даже себе не могу представить будет в мире после того, как начнутся строиться реальные адресные проекты Skyway, которые неизбежно уже будут построены. Интерес будет колоссальный. Спасибо, Алексей. Я тут с большим удовольствием сейчас почитал некий комментарий пока наступал Алексей в перископе и это что ребята где где новости я конечно понимаю, что определенная категория хочет слышать такие новости, что завтра смена дисконта, друзья, не услышите вы это, когда произойдет вы знаете практику за две недели объявят. Соответственно, скажите об адресных проектах, что делается. Кто-то пишет, что Ротхук приезжал, подписали соглашение. Друзья, а как вы думаете, если мы будем просто дублировать и показывать те новости, которые идут от головной компании, то в чем смысл тогда и в чем обработать? В боевом ли с кем мы все эти вставим, кто-то хочет еще раз просмотреть или кто-то услышит, вы это увидите. А с точки зрения друзья, информации, я, конечно, тоже с неким умилением сейчас вижу, что подумаешь, друзья, про УТС вы слышали, мы об этом не раз говорили, Юницкий об этом еще 40 лет назад книгу написал, 30 лет назад конференции проводил, а сейчас что об этом говорить? Но, друзья, то, что сегодня это выкладывается в единый тренд и то, что мы сегодня делаем, мы просто уже с такой легкостью и с такой легкой руки, уже футурологов говорим, что, друзья, то, что сегодня делает и произносит Skyway, и команда Skyway, то есть та команда, которая сформировалась вокруг инженерных решений Юницкого, мы сегодня просто задаем тренд мировой экономики, мировой цивилизации и уже берем на себя смелость говорить о том, что мы видим даже не то, что шестой технологический уклад, а сегодня еще в некоторых научных и трудах идет, кругах идет даже спор, а что же является ядром шестого технологического уклада для нас, друзья, этого вопроса. Нет, мы это строим, мы это делаем, мы это запускаем, кто-то еще теоретически об этом спорит. Так вот, сегодня мы уже говорим о том, что мы уже приступаем и создаем элементы следующей системы, не то, что она теоретически проектируется, мы уже начинаем создавать элементы этой системы. Это, друзья, просто я для, поясняю, для тех, кто это не понимает, для вас это ценности и интересы информации никакой не является. Но поверьте знающим людям, те, кто сегодня владеет этой информацией, то, что сегодня произносится и делается и заявляется, это формирование уже экономики, формирование бизнеса, который закладывается на десятки и десятки лет вперед. И если для кого-то это информация, для кого-то это абсолютно не восприимчивая информация, кто-то может понимать и рассчитывать только на уровне сколько я заработаю, какие проценты, какие дисконты. Друзья, об этом тоже звучит, для этого тоже есть определенный спикер, и говорит, мы сегодня, друзья, делаем и ставим несколько другую задачу. И информация, которая сегодня доносится, и которая идет через наши вебинары, она, поверьте, друзья, достигает именно тех, кому это надо. Поэтому сегодня, исходя из тех трендов, исходя из того, что сегодня делается, я могу сказать, что мы просто увеличиваем именно интеллектуальный отрыв от всех ближайших конкурентов, от всех ближайших корпораций, от всех ближайших деятелей, которые работают в этой сфере. И можно абсолютно четко утверждать, что таких именно взглядов, таких решений и таких практических вопросов, которые все возникают, нет ни у одной корпорации, ни у одной команды. Поэтому это как раз и подчеркивает и уникальность того, что мы делаем, и подчеркивает уникальность Skyway, потому что задача того, что мы сейчас показываем и рассказываем о том, что Skyway и те обязательства, которые есть, и та система, которая сегодня создана, это часть, это звенья единой цепи, которая более широкая, которая более глобальная. И не говорить об этом, друзья, это глупо. И самое главное, что сегодня, почему мы это показываем и декларируем, что, чтобы не было никаких, ни тем более иллюзий, ни тем более инсануаций, то есть изменение информации о том, что кто первый начал говорить, или кто является лидером, кто является первопроходцем в системе сегодня индустриализации космоса. И это, друзья, уже сейчас начинает звучать как реальный тренд, это начинает сегодня звучать как реальная потребность и как следующий, друзья, как реальный бизнес. И если кому-то кажется, что это очень далекая перспектива и это очень, как сегодня принято говорить, далекий космос, не, друзья, это уже сегодняшний день. И не зря на первых слайдах мы показывали именно и Юницкого с Циолковским, потому что то, что говорил Циолковский, современники в конце 19 века не могли себе представить, не могли осознать ту важность, ту значимость информации, которую обладал и которую нес Циолковский. Но, друзья, исходя из законов развития экономики, исходя из законов развития технологий, Циолковский не увидел при своей жизни тех практических решений, которые он закладывал именно как теоретик. Реализовал их уже потом и Сергей Павлович Королев именно как генеральный конструктор, именно как автор технологической школы, которую он пустил. Ее реализовал фон Браун, это выдающийся немецкий инженер, создатель аэрокосмического агентства НАСА в Соединенных Штатах, который практически реализовал сегодня. Время настолько сжато, что Юницкий как теоретик, как разработчик системы, являясь также и генеральным конструктором, и автором практического проекта, который уже реализует, и, соответственно, бизнеса, который сегодня на этом строится. Это, друзья, наше время, потому что оно крайне сжато, и сегодня от запуска теоретических первых разработок до практических разработок происходит, проходит уже намного меньшее время, которое требовалось раньше. Поэтому сегодня уже мы приступаем и мы работаем именно уже к следующему этапу, который идет. Это не значит, друзья, что опять происходит расконцентрация, внимания, и тут некоторые говорят, что давайте сначала доводим, а что с земной стройкой, имеется в виду, что происходит на полигоне, что происходит на производстве. Друзья, там все идет по плану, строится, развивается, есть определенные вехи, которые мы ставим, когда это будет продемонстрировано, и такая веха это эко-фест, который будет, и поэтому, если, друзья, мы на каждом вебинаре сейчас будем делать репортажи с производства, с экотехнопарка, то, во-первых, многие вещи нельзя раскрывать, а во-вторых, друзья, есть определенные даты, к которым это готовится. И такие даты мы уже говорили, что это эко-фест, и это инотранс, который будет в сентябре 2018 года. Еще, друзья, мы сейчас готовим и, скорее всего, ведем такую практику, что наиболее наши активные участники, наиболее люди, которые живут проектом Skyway, они будут иметь возможность посещать и производство, и конструкторское бюро, и экотехнопарк, и такого рода посещения именно для наших активистов. Мы будем готовить с периодичностью раз в два месяца, раз в три месяца, поэтому, кто желает, кто чувствует в себе силы, что он хочет посетить, но для этого будут определенные условия, это, друзья, будет как поощрение, как премия, поэтому мы также будем встречаться с нашим активом в Минске и на производстве, то есть это тоже та работа, которая готовится и которую мы в ближайшее время будем запускать, поэтому, друзья, тут желают здоровья, конечно, друзья, прежде всего и сил, и здоровья это Юницкому, потому что на нем сейчас неимоверная нагрузка и просто по физическому перемещению, потому что те переговоры, процессы, которые он ведет сегодня, он никому не может делегировать, поэтому сегодня на первых проектах он делает сам и, как мы говорили, что график его перемещений сегодня крайне насыщенный, Виктор Бабурев вообще живет сегодня в самолете с редкими перемещениями в гостиницу, вот это тоже, друзья, вся наша команда, кто работает непосредственно с инвесторами, непосредственно с участниками проекта, это и конференции, и встречи, презентации, мы также перемещаемся очень и очень много, то есть редкая неделя, которая проходит без конференций, без встреч, без презентаций, это тоже, друзья, то, что сегодня необходимо крайне делать, ну и тот, опять же, очень много вопросов и неописальных перескопов сейчас здесь связанных с токенизацией, с блокчейном, друзья, мы понимаем интерес к этой теме, мы понимаем сегодня актуальность и модность этой темы, но, как мы уже говорили, что потерпите, мы готовим именно на площадке Skyway Capital систему обучения, и те, кто хочет именно включиться к этой работе, у вас будет такая возможность, и времени осталось, то есть, я думаю, что в течение ближайшего месяца мы эту работу запустим и здесь вы должны как раз понимать. Но еще раз, друзья, в конце я не могу этого не сказать, потому что много шло вопросов, что зачем нам проект Skyway, это не новости, я, ну, скажем так, не то, что с вами не согласен, это мое личное мнение, что ту информацию, которую мы сегодня давали, это самая важная информация, это то, что является квинтэссенцией вообще всей направления именно инженерного направления, которую создал инженер ЮНИТКИ. Поэтому для кого-то, может быть, это показалось неважной информацией, я сразу могу сказать свое отношение к этому, я с этим не согласен, потому что более важных, перспективных и интересных вещей, чем мы прочитали именно в отчете, который выложил сегодня, ну, который ЮНИТКИ как раз распространил и показал по шаговую дорожную карту развития ОТС, это, друзья, как раз следующий этап, к которому мы идем. Это значит, друзья, что Скайвей состоялся именно с точки зрения ЮНИТКИ как автора Скайвэя, и то, что сегодня уже можно двигаться дальше. И второй очень важный вопрос, что эту информацию можно выносить для обсуждения именно уже как официальный документ. И здесь я как раз уже, друзья, могу сказать, что сегодня мы видим очень много трендов и заявлений очень известных и авторитетных людей, которые говорят о том, что индустриализация и освоение космоса это необходимая сегодня задача, без которой цивилизация дальше не может не то, что развиваться, друзья, а существовать. И постоянно мы с вами слышим при каждой практические встречи с Юницким и с его публичным выступлением, что точка невозврата, друзья, приближается неминуемо. И если цивилизация человечества не одумается и не будет решать технологических цивилизационных решений, которые будут разгребать то, что мы сегодня получили от предыдущей цивилизации, то она просто погибнет. И это, друзья, не пустые слова. К этим надо относиться очень серьезно, когда звучит о том, что еще два-три поколения может быть пройдена точка невозврата, уничтожающая цивилизацию. Если для кого-то это пустые или неинтересные слова, то для меня это очень значимо. И, соответственно, когда мы говорим, что экологию необходимо кардинальным образом менять, когда надо менять, чем дышать, если это, опять же, для кого-то незначимые слова, друзья, найдите тогда более значимые. Более значимое это что, сколько я заработал на своем счету, но, друзья, можно тогда заниматься другими вещами. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, но у нас на этой неделе еще будет целая серия телемостов, которая будет для разных стран, поэтому следите за соответственно нашими объявлениями в личном кабинете. у меня следующая неделя крайне разъездная, если получится, то я включусь в вебинар в следующей неделе, если нет, то его проводить будет Алексей, у нас в этом плане с ним абсолютная, скажем так, заменяемость и работа, и, друзья, поверьте, здесь вы можете уже четко ориентироваться на тот авторитет или на то значимость команды, которая сегодня дала работу, что все, что сегодня происходит, это крайне важно и крайне значимо, и соответственно мы с вами периодически будем видеть то, что деколарирует и показывает и Ротхук, посещение которого было на этой неделе, на прошлой неделе в Минске, здесь я не буду дублировать интервью Михаила Кириченко, просто вы все видите, что и как происходит. Ну все, друзья, на этом я прощаюсь с вами, давайте как традиционно обычно, строй Skyway, спасай планету и мы должны объединиться, это девиз уже нашей платформы, из этого как раз дальше двигаться невозможно. Все, друзья, спасибо за внимание, надеюсь, что вместе с вами и до сих пор Продолжение следует...